При ее строительстве не было использовано ни одного булта и заклепки. Все детали скреплены сварочными швами. Киевская телевышка, находящаяся в историческом месте столицы, до сих пор является самым высоким в мире решетчатым сооружением. Такие характеристики не могли не привлечь внимания Андрея Дрофея, и он вновь взобрался туда, куда пускают далеко не каждого. Киевская телебашня на 60 метров выше Эйфелевой, однако весит в три раза меньше. Высота в 380 метров дала возможность укрепиться в десятке высочайших телевышек планеты. Однако, в отличие от башни Эйфеля, наша телевышка объект режимный, а поэтому охраняемый. Здесь как выход на Байконур. Правда, наша ракета никогда не взлетит, и вышкодром находится не в Казахстане, а в столице Украины, на Дорогожичах. С разрешения дирекции, съемочная группа. Сопроводить по режимному объекту вызвался Богдан Иванович. В свободное от таких экскурсий время руководит цехом радиопередающих устройств, который разделен на два участка. На земле и в небе. Вот туда, в небо, нами нужно. Нулевая точка, она находится на уровне плюс 185 над уровнем моря. Дверь похожа на какой-то люк подводной лодки. Цельносверная конструкция, она сделана из корабельной стали. Два лестничных проема и кабина. В 80-е уже такие делали стильные вещи. Почему-то финские. Кнопки-подъемники указывают не этажность, а технологические отметки, где есть выходы наружу. Нам на 11 уровень. Это 192 метра. Уши закладывает, как в самолете. Он скоростной? Да, скорость движения около 4 метров в секунду. На этой скорости, превышающей прыть бытового лифта в 10 раз, попадаем в холл перед основным техническим зданием. Из панорамных окон потрясающий вид. Когда дымки нет, то вишневые видно хорошо, украинку. А это на минутку полсотни километров отсюда. Гораздо ближе, на уровне 196 метров, цех номер один. В нем телевизионные передачки и ячейки. За качеством сигнала, 30 эфирных теле- и радиоканалов следят дежурные смены. Люди на самых высоких, в прямом смысле слова, должностях. Шатаю тут иногда. Не отвлекая от работы, спускаюсь на уровень ниже. Как дача, два этажа. И через люк попадаю на открытую площадку. Привет, Киев! Столица, какая же ты красивая и большая! Но, друзья мои, отсюда с высоты 188 метров, на самом деле, кажется, что практически каждому зданию можно подать рукой. Вот это виноградарь, дальше об огонь. Селфи на фоне города. Вау! Класс! Вот это вид! Удовлетворив желание всей жизни, благодарю сопровождающего. Что для вас телевышка, что в вашей жизни она означает? В моей жизни это, в принципе, все. Я 39 лет уже здесь работаю. Конечно! В эру цифрового телевидения использовать башню в прямом предназначении все тяжелее. Однако пока живо эфирное вещание, будет возвышаться и она. Киевская телевышка. Андрей Дрофа, Никита Воробьев, Максим Рубан и Максим Войтицкий. 112 минут.